Когда играет. В первую минуту игра шла в центре, и мяч ни у одной из команд подолгу не задерживался. Затем Курьёв Динамовский штрафной, Ковтун задевает мяч, который и так достался бы Сметанину. В итоге опасный свободный, и Саматов проверяет на себе силу удара Иванова. После этого у Динамо перестало получаться всё, защитники не успевали за своими игроками, полузащитники теряли мяч на ровном месте, а до нападающих он даже не доходил. А в 30-е создавали момент за моментом. После прострела Янкера не попадает по мячу Куки, после чего уже Куки подаёт на немца. Тот бьёт мимо Сметанина, но и мимо ворот тоже. А Штумб почему-то падает. Игра идёт совсем не по Динамовскому сценарию. В очередной раз Штумб убегает от наших игроков. Кобелев за ним не успевает, а Ковтун пытается отобрать мяч, уж очень неловко. Некрасов спешит изо всех сил, но всё напрасно, 0-1. Игра не клеится, нужно что-то менять, и тренера Динамо делают замены. На поле выходят Кишков и Гришин, и последний дальним ударом пробуждает замолчавших динамовских фанатов. Но австрийские кричат не тише, и есть из-за чего. Очередной навес Штумбова, и Сметанин опять не дотягивается до мяча. К счастью, опять не попавшего в ворота. Австрийские зрители в перерыве начинают празднование победы. Второй тайм, но ничего нового. Динамо продолжает ошибаться, а Рапид атаковать. Активность Саматова и сыгравшего без ошибок Кобелева не приносит результата. Опасно по-прежнему лишь у динамовских ворот. На последних минутах Терёхина сбивают на линии штрафной, но плавную траекторию полёта мяча после удара Кобелева нарушает штанга. Поражение 0-1 при такой игре не самое худшее. Вроде бы и на... Кобелевский шторм. Кобелевский шторм. Кобелевский шторм.